Приветствую, сборка 6852, новый игровой системный блок, построенный на видеокарте RTX 4070 Ti. И впервые мы привезли Gaming Pro. А почему? Да потому что, если до этого GameRock были самые дешевые, то сейчас появляются уже версии Gaming Pro и так далее и там подобное. Эта карта стоит 73 тысячи, Classic стоит 83, а Omni Black Kaleidoscope, либо Omni Black, либо Kaleidoscope GameRock стоит 80. И я думаю, что 6 тысяч рублей ради подсветки стоит экономить, тем более, что карта такая же огромная, такая же мощная и такая же тихая. Все отличия это вот в стразах вот этих сворост, которые внизу по всей видеокарте. Ну, в общем, отличия по сути только в подсветке. Но есть еще одно отличие, из-за которых эти видеокарты в определенных сборках будут безальтернативными. Если у вас корпус не вот такой широкий, огромный, куда поместится любая по ширине видеокарта, то Gaming Pro отпалит находка. И сейчас покажу почему. То есть, если до этого видеокарта была с текстолитом вровень вот этого бэкплейта, и переходник торчал, и приходилось выбирать вот такие вот широкие коробки, там, где вентилятор на заднюю панель можно было ставить только в габаритах 140 миллиметров, тогда у вас переходник был вровень стекляшки, стекляшка не придавливала, то здесь Gaming Pro текстолит немножко туда вот ужали, что ли. Ну, в общем, переходник сейчас не так торчит. И теоретически под абсолютно любой корпус, только смотрите по длине, такая видеокарта становится. Причем по длине она такая же, как RTX 48 и 4090. То есть в этом корпусе она тютелька в тютельку становится. Еще попробуйте ее сюда поставить, но у меня есть опыт. Иногда мне приходилось эти вентиляторы перекручивать, но в данном случае даже определенно такая подставка под видеокарту. Кстати, подставка родная не идет в комплекте с этой картой. И если смотреть GameRock Classic, то он, например, на 1,5-2 сантиметра короче, то есть меньше. Такая же огромная, тепловые трубки, вообще не слышно, как работает. Но единственное, что по подсветке немножко все попроще. Хотя мы ее также синхронизировали на корпус, и вот эта подсветка может меняться вместе с вентиляторами у корпуса. То есть вот, пожалуйста, красный какой угодно цвет. Ну, а если надо, делается RGB цвет. Либо с помощью программного обеспечения на материнской плате можно задавать свечение и вентиляторов на корпусе, и видеокарту в том числе. Сделали мы этот системник из расчета минимальными деньгами зайти на уровень 4070i. На самом деле видеокарта топ. То есть эта видеокарта гораздо мощнее, чем RTX 3080. Она практически не уступает 3090. Есть фишка, что 24 гигабайта памяти, а здесь только 12. Но это самое лучшее решение в свои деньги, и не надо никакую другую видеокарту выбирать. Может кто-то скажет, что надо Rodeon выбрать, но это отдельная альтернативная реальность. Построен системник на базе процессора Intel Core i5-12400F. И обратите внимание, в простое настолько холодный процессор, что вентилятор еле-еле крутится. Сейчас я даже вбьюсь, немножко подправлю, чтобы он по чуть-чуть, да все-таки вращался. Слишком холодный процессор. Потребляет примерно 70 Вт. На любую материнскую плату эти процессоры можно ставить. Холодный, но есть определенный момент, что современные кристаллы умеют перегреваться. Надо ставить либо кулеры на тепловых трубках, либо кулеры с медным сердечником. Причем лучше, чтобы это были трубки. Сердечника порой не хватает. Jones BCR-1200 с RGV-подсветкой идеально. Здесь прописывается легкий кулер, справляется на ура. И если будет в будущем у вас тот же i5-13400, в принципе тоже его будет хватать. Есть материнская плата на B660 чипсете Pro-B660 MPDDR4 с четырьмя слотами оперативки. Есть разъем Ultra-M2. В этом разъеме находится у нас SSD ADATA LEGEND 710 на 1 ТБ с NVMe интерфейсом. На эту материнскую плату можно до 128 ГБ памяти поставить. Чипсет нас не ограничивает в разгоне. У нас стоит два модуля по 8 на 3200 МГц. Фирма Silicon Power. У корпуса два вентилятора на вдув в габаритах 140 мм. Один на 120 мм. И блок питания на 750 Вт. Залман с сертификатом 80 Plus Bronze и гарантией 5 лет. У корпуса съемный пыльник, который можно легко вытащить и почистить. Причем он имеет металлическую сетку, которую можно открутить. В случае, если видеокарта у вас окажется очень длинная, вентилятор перекручивается. И вот эта стеклянная панель меняется на металлическую сетку, которая идет в комплекте. И получается корпус Cougar Airface. Тот знаменитый Cougar, который чуть ли не самый лучший корпус всех времен народов. В общем, получилась довольно-таки симпатичная и очень мощная машинка. Тест 3D Mark у нас прошел. Свои попугайчики набрал. И ценник 114 тысяч рублей за данный компьютер мы просим.